Здравствуйте, Игнатий Тихович. Добрый день. Вы наше правило прочитали? Да, прочитала. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю, говорите, пожалуйста. Я вам сегодня уже писала. Я вам ответил уже. Я вам ответила, что пять лет была крещённая. Так, пять лет. Как крещённая была? Кто вам говорит про это? Мама. Мама. Она сама была, когда крестили? Ну да, наверное. Нет, не пройдёт такое. Тут, наверное, слово не подходит. Должно точно быть. Как крестили? Кто? В каком храме? Вы должны это узнать. А то бывает так. За деньги до ладошки по голове и говорит крещённая. Не крещённая, она обманутая. Крещение должно быть сознательное. А если маленький, вот там за него поручители. В воду, чтобы ни одна волосинка на воде не осталась. Вся под воду. Трижды. Три поклон. И бесплатно, чтобы было. А как теперь это узнать? Время-то уже много прошло. А у вас, значит, тогда Шестой Вселенский Собор, 84-е правило. Если нет достоверных источников, свидетелей, нисколько не сомневаюсь, прими настоящее крещение. Вот поэтому у нас каждый год летом приезжают, вот нынче 9 июля будет, священник заходит в воду, всё это бесплатно, готовится. Здесь вот, где собираемся мы, я там скинул вам материал, там написано, как к нам пристать, чтобы вас приняли, вы будете слышать звонок, и через каждые 2 часа днём, там 10 минут молитва. И утром. В каком районе живёте? Забайкальский край. Какой? Забайкальский край. Забайкальский. А что это такое? Абаканский? Забайкальский. Забайкальский? Да. Ну, это вы только вот именно с нами, потому что у вас с Москвой какая разница? 5 часов, наверное? 6 часов. Сколько? 6? Да. А у нас 4. Мы начинаем молиться в 5 утра. У вас в это время будет 7 утра, вам как раз подойдёт. И там будем встречаться. У нас идут занятия каждый день, всю неделю. В какое время вам? Я вам там данные скинул, и вы по ним уже там обратитесь, кому-то, чтобы вас записали, ознакомились с правилами. Их не нарушать нельзя. У нас строгая дисциплина. И вот готовятся у нас. Отовсюду приезжают люди. Были из Италии, Германии, Франции. Даже из Ливана были. Потому что священники не хотят правильно крестить. И они приехали, приняли крещение, и теперь по-другому всё идёт у них. А то, что до крещения было, это Господь всё смывает, как будто это только родилось на свет. Это вам материалы, всё будет скинуто, и будете заниматься. Какие вопросы, там экзамены будут идти. Главное, чтобы сейчас заниматься, чтобы Библией занимались. И поэтому в храме теперь, где вы молитесь, уже оглашенные изыдети должны выходить. А как скажут, с миром изыдем, обратно зайти. Если холодно, найдите где там уголок в храме, встать, чтобы не мешать никому. Угу. Понятно. Вот порядок такой. Тем более у нас это уже, как сказать, содружество интернетное. Я вам данные там скинул, вы обратите внимание, вначале говорится, что у меня есть. А потом там черта такая идёт, и объяснение, когда идут моления. Вы сразу обратитесь, написано где-то, только нажми и уже. И всё, скажете, что со мной разговаривали. Угу. Хорошо. Больше ничего не надо. Вы с кем живёте-то сейчас? С сыном живу. Угу. С мамой. Понятно. А на работе-то где? Кем работаете? Пока не работаю временно. А чем, как живёте? С мамой живу. А почему не работаете? Ну, в поиске работы. Ребёнок недавно только в садик пошёл. Ну да, ну смотрите. И поэтому не стало его оставить. Если в школу пошёл, его оставлять не надо. Стоп, думайте как следует. И надо, чтобы была работа. Бывает, работу дают на дому, там какие-то рабочие рукавицы шьют, и мало ли что бывает. То есть надо искать работу. Без работы как? Мама, это не дело. Да, конечно. Я вам говорю, вы сами там всё это определите, как делать-то. А так, что ребёнок, он ещё маленький. Грудной маленький. От груди отца дело, уже всё. Вот у нас в семье взрослых только было дети, которые были 10 детей. Отец с матерью, отца руки вот так не было с фронта. С матерью полкласса не кончили. И мы никогда мать не видели спящей. Ну, за телятами ухаживала, коров давила там колхозные. Часов не было, она по звёздам определяли время. И всё время работали, чтобы мать не работала, сидела с ребятишками. Ну, а какой декретный? До родов ни одного дня декретного нету. А после родов, я не знаю, сколько там, неделю может быть, больше не было. Всё. И она опять на работе работает. А всего было 12 детей. И здоровья, и всё было. Я говорю не о чужой тётке, я говорю о моей родной матери, Марии Егоровне. Так что, начинай думать, как дальше быть. От Красноярска далеко? Ну, полторы тысячи километров. До Красноярска? Да. Так вам надо подумать. Вот Абакан где? В Абакане. Служит наш знакомый священник. Вот он покрестит, как следует. Что если до нас далеко? Угу. А может, там где-то поищешь? Скажи, я не знаю, когда была. Мама говорила. А что она говорила? Она и знать не знает. Это не всё отменяется. Надо 100%, чтобы уверенность была. Она думала, на самом деле не крещённая, и ты пропала. Как это так? Ну да. Так, ещё вопросы есть какие? А по поводу развода вы мне что скажете? А что скажу я разводу? Вы как? В ЗАГСе зарегистрированы? Да. Ну вы не венчаны. Церковь это не считает за брак. Тем более он хоть не хочет, ушёл. Но только с ним уже дел никаких не имеете. Всё. Всё и навсегда. Если он с вами желает жить, тогда повенчаться надо после крещения. И тогда будете жить, и всё. Тогда уже ты никуда, никогда. А сейчас церковь это всё убирает. Ну иначе весь блуд надо будет утверждать. Тут ответы очень точные. Священники бывают, лукавят они. Да вот, ладно, какая ты не была, мочёна, это безбожество. Там пришли такие люди, которые как разбойники. Большой, огромный город, и покрестить негде. Ладошкой по голове платить деньги. А мозги по стенке. Ничего не знаю. У нас идут занятия. К нашей группе прилепляйтесь давайте. Ещё время есть. Только февраль начинается. Хорошо. Вот у нас присадки себе прилетали сюда. Из Ливана. Из Италии. Это подальше. Только до Москвы 3300. А там до Москвы-то ещё где. У меня вот я... Я начальник детского лагеря. У меня дети были с родителями. Прилетали из Канады. У них первая пересадка в Париже. Вторая в Москве. Третья в Барнауле. И не один год приезжали. Почему? Они, говорят, такого лагеря нигде больше не нашли. Такая забота о детях. Всему учатся. Это же мы перед Богом. Тут нельзя мухлевать. Так. Всё. Вопросы кончились? Ну да. Всё. Наверное. Всё. С Богом. Спасибо. Заходите сразу. Который я бы... Скинул вам материалы. Если нужно, я там мог бы выделить это, чтобы было вам. Давайте. Угу. До свидания. Угу. 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 Угу.